Сегодня я расскажу, как можно просто сделать вечный светильник. Если сказать более правильно, вечные будут лампочки, которые туда вкручиваются. То есть, во-первых, они не будут перегорать. Во-вторых, потребление таких лампочек будет на 13% меньше, а яркость останется прежней. Для примера я возьму самую простую китайскую лампочку. Китайская лампочка с драйвером внутри. Вот там находится драйвер. Ничего я не переделывал. Сейчас я объясню, по какому принципу это все будет работать. И покажу, как это все собрать. Значит, для питания я возьму латтер. Выходное напряжение возьму из латтера. Мерить буду вольтметром. И через амперметр будет показываться ток потребления этой лампы. Выход вот здесь. Подключаю лампочку напрямую. И посмотрим, сколько она кушает. Так, значит, при напряжении питания лампы 233 вольта. Потребляемый ток 46 миллиампер. Записываю. Значит так, это напрямую 233 вольта и 0,046 ампера. Это она потребляет, если ничего не изменять. Если напряжение в сети начинает падать, то драйвер лампочки больше потребляет ток для того, чтобы обеспечить необходимую яркость. Это нормально. Вот давайте посмотрим. Сейчас 233 также вольта и я начинаю уменьшать напряжение. Так, вот уменьшил до 200 вольт. Ток увеличился. 51 миллиампер. Еще уменьшаю. Вот 260. Ток еще больше стал уже 60. Это нормальная работа. Вот примерно уже 150 вольт. Здесь еще больше ток. То есть чем меньше напряжение, тем больше она кушает тока. Правильно? Правильно. То есть, соответственно, если у нас идет полное напряжение и поставить сюда резистор, тем самым мы чуть-чуть уменьшим напряжение на лампе, соответственно, должен ток возрасти. Давайте посмотрим. В цепь я сейчас включу резистор, обычный резистор на 2-х ваттный резистор 680 Ом. В ту же самую цепь ничего не меняю. Так, вот он резистор. Включаем электричество, подаем. 233 вольта. Значит, с резистором. Значит, напряжение 233 вольта, но ток при этом уже стал 54-55. 0,055 ампера. То есть, из-за того, что я в цепь последовательно подключаю резистор, ток вот этот вырос. Это тоже нормальный эффект, так и должно быть. А вот теперь я покажу ненормальный эффект. То, что быть, по идее, не должно. Резистор убираю. И теперь я в эту цепь подключу вот такой вот самый обычный, самый простой диодный мост. Это диодный мост на 2 ампера 700 вольт. Значит, переменное напряжение подключаю на вход. И, соответственно, на выход моста, там, где плюс и минус, подключу лампочку. Так вот. Вот так вот. Теперь подаю напряжение и смотрим. Напряжение 233 вольта. Да? Не меньше. Ток, смотрите, 38-39 мА. Ток упал. Лампочка светит абсолютно с той же интенсивностью. Значит, что получается? Напишу вот так. Диод. Значит, с диодным мостом напряжение осталось то же самое. 233 вольта. А ток у нас получился 0,39-0,38. 28 ампер. То есть, в чем вообще аномалия получается? Аномалия вот в чем. Я думаю, что с резистором ток увеличивается, а с диодом ток почему-то уменьшается. Ну, как-то немножко странно, но, тем не менее, это факт. Давайте вот посмотрим вот чего. Давайте мы теперь возьмем вольтметр и замерим, какое напряжение будет на выходе. То есть, если у нас на входе моста идет 230, ну, 233, скажем, вольта, может, чуть больше, то на выходе, на выходе будет уже, конечно, напряжение постоянное. Переключу на постоянное напряжение и померяем на выходе. На выходе получается 210-211 вольт. То есть, на выходе напряжение меньше, чем на входе. По идее, драйвер должен поднять ток. Но почему-то так получается, драйвер ток не поднимает, при этом сохраняя свою яркость свечения. Вот на этом самом принципе я решил сделать именно лампу, которая будет сберегать лампочки, которые в нее вкручены. Вот схема. Значит, смотрите. Вот эта часть, вот эта часть, это сама лампочка. То есть, в такой лампочке однозначно присутствует диодный мост, конденсатор и так далее. Идут драйвера, схема и сами светодиоды. Она будет подключаться к светильнику через патрон вот этот, да? Соединитель. В светильнике внутри встраиваем диодный мост, полярность плюс-минус абсолютно неважно какая. И, соответственно, на вход подаем питание светильника. 220 вольт. Вот примерно так нужно это все устроить в светильнике. Беру любой светильник и откручиваю заднюю крышку. Здесь она не пустая, полость занята утяжелителем. То есть, здесь пластмасса специальная, которая по весу тяжелая. Но есть полости, куда можно разместить диодный мост. Я, например, думаю, что поставлю вот сюда. Практически для меня это сделано, как будто бы. Но во многих светильниках здесь вообще пусто. Поэтому можно поставить диодный мост вообще куда угодно. Одеваю термоусадочные трубки. И припаиваю диодный мост. Вот это идет к лампе. Соответственно, сюда плюс и минус. Полярность значения не имеет. Допустим, минус будет на синее. Допустим, минус будет на синее. При помощи одной капли термоклея закрепляю диодный мост. Вот сюда. Ну и, соответственно, провода распределяю по сторонам. Закрываю крышку. И остается последнее. Написать на лампочке. Я всем рекомендую обязательно так сделать. Ведь зачем платить за электричество больше, если можно платить меньше? А также смотрите и другие интересные и полезные ролики прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...